Рено освежило свой самый дешёвый автомобиль, модель Квит. Теперь версия хэтчбека для рынка Индии будет выделяться весьма эффектным оформлением передка. В техническом плане ничего нового. Базовым остаётся трёхцилиндровый атмосферник объёмом 800 кубиков. Роль старшего сохранит литровый моторчик. С ним, кстати, можно заказать простейший робот. Зато ультрабюджетник должен стать комфортнее. В первую очередь благодаря перенастроенной подвеске, а также 14-дюймовым шинам вместо колёс на 13 дюймов. Немного подрос и клиренс. В салоне переделана центральная консоль и по просьбам трудящихся добавлен полноценный бардачок. Заодно ультрабюджетнику разом перепали новые приборы, сидения и руль. После обновления рынок Квит почти не подорожал, а машины уже начали поступать индийским дилерам. Добавим, что такие хэтчбеки выпускают и в Бразилии. Но латиноамериканскому варианту модернизация только предстоит. Тем временем в Китае представлен серийный электромобиль Renault KZ, который выпускается на совместном предприятии Dunfin Renault и тоже создан на основе модели Квит. Тяговая батарея под нищем уменьшила клиренс хэтчбека на 3 см. Машину массой меньше тонны оснастили самым дешёвым электрооборудованием. Электромотор развивает скромные 45 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи примерно в половину меньше, чем у современных европейских одноклассников. Пробег рассчитан только в устаревшем цикле NEDC. Зато в разумных рамках удалось удержать цену. Стартовая цена в Китае без малого 62 тысячи юаней. Субтитры создавал DimaTorzok